У нас зрительские, которые сейчас у нас здесь присутствуют, чтобы они как-то поближе присели, чтобы кто-нибудь всё-таки идёт в угол. Добрый день, дорогие гости. Получается, что гости очень дорогие. У нас все близкие, наши знакомые. Мы рады, искренне рады видеть вас здесь. Честно говоря, я даже облегчение определённое чувствую от того, что каждое лицо, которое здесь сидит, я узнаю, люблю, знаю. И в этой атмосфере легко, хорошо и просто. Так вот, думаю, что не секрет ни для кого, что ничто в жизни не происходит просто так. На пустом месте. И ничто не исчезает бесследно. Происходит постоянная трансформация одного в другое. Сегодняшний день вырос из вчерашнего, а завтрашний день вырастет из сегодняшнего. Почему-то людям очень интересно и важно знать, что было задолго до их появления на этом свете. И что будет с ними после того, как их уже не станет. Причём, что будет с нашей Вселенной, с нашей планетой, с нашей страной, ну и, конечно же, с нашей семьёй. Мне пришло в голову, что каждый человек в среднем на протяжении жизни контактирует с пятью поколениями своей семьи. Вот мои бабушка и дедушка, мои родители, папа и мама, вот я, вот моя дочь и вот моя внучка. Получается пять поколений. Бывает иногда немножко больше, иногда немножко меньше. Ну, во всяком случае, вот так. Итак, начинаю нашу семейную сагу, потому что концерты сегодняшние Королёва и Королёва, вот два поколения. Анна Королёва, моя дочь, и я, Татьяна Королёва, её мама. Представьте себе, что мне четыре года. Это было ужасно давно, мне самой смешно. Я тогда жила с родителями в городке Вельске, маленький городок в Архангельской области. И вот однажды к нам приехал погостить мой дедушка Алексей Семёнович Кауров. Крестьянин, труженик, глава многодетной семьи. И при этом он очень тянулся к музыке. Он пел в церковном хоре, он записывал по радио любые песенки, очень быстро их запоминал, и потом на каких-то деревенских христианских праздниках его всегда просили их исполнить. При том, что в этой деревне не было ни одного музыкального инструмента. Всё происходило акапелла. Ну вот, мы сидели после ужина при свете керосиновой лампы. Тогда это было очень часто, очень часто выключали свет. И вдруг дедушка запел. Вы знаете, я не могу этого потрясения забыть до сих пор. Он пел всё подряд. И то, что было в церкви, и то, что он слышал по радио, и какие-то народные песни весь вечер он пел. И я видела, как сверкают его глаза от вдохновения, как его темперамент нас просто обжигает. При этом всё было очень мягко, очень музыкально, очень задушевно. Теперь я уже старше, чем был тогда мой дедушка. И я вижу и понимаю, что вот этот его природный исполнительский темперамент унаследовала не только моя мама и её братья, но и моя дочь, которая является правнучкой этого деда. И моя внучка, которая праправнучка этого деда. Это очень приятно, это очень трогательно. И очень жаль, что, к сожалению, он этого не мог ни предвидеть, ни узнать, ни услышать. Ну, а сейчас ближе к программе сегодняшнего концерта с продолжающимся моим удивлением от того, до чего же всё в жизни взаимосвязано. Я хочу сказать вот что. Хотя я, как и положено, училась и литературе, и музыке, и режиссуре. Всё-таки я называю себя скромно автором. Потому что есть такие люди были, как, допустим, Александр Блок, как Борис Пастернак, как Анна Ахмадова. А песни, допустим, там Александра Пахмута вот недавно обили и прошёл, а Давид Тухманов. Поэтому я скромно стою в этом ряду. Вернее, не в этом ряду. Нет-нет-нет, не вы, упаси Боже, не в этом ряду. В стороне от этого ряда. Так вот, семейная сада наша продолжается на сегодняшний день. Так, это уже другой отрезок времени. Уже моей дочке сколько-то там, лет пять, наверное, да? Я в те времена работала директором ДК «Строитель Краевого». И вот нам предстояла съёмка, двухдневная съёмка в субботу и воскресенье. Это было очень трудно, потому что в ней участвовали рабочие люди, потому что там был накрыт стол чайный, ломалась камера, кто-то у кого-то что-то пропадало. В общем, было всё очень непросто. В конце второго дня всё это заканчивалось записью интервью у меня в кабинете. Ребёнок спал под столом. Но, в конце концов, всё закончилось. Мы приехали домой глубокой ночью. Ребёнок был накрыт своей кроваткой одеяльцем. И вдруг я почувствовала, как моё настроение просто подскочило вверх. Я почувствовала такую полноту жизни от того, что дело сделано, и всё хорошо, и всё, в общем-то, всё замечательно, как надо. Села я к инструменту, и вот это моё настроение трансформировалось в песню, которая называется «Присядем у огня». И мы сейчас её споём с моей дочкой, с Анной Королёвой. Присядем у огня, у синего огня, Струится над поленьями и дымок. Обнимешь ты меня, как на закате дня, Мой утян этот тихий уголок. За окнами в ночи качается метель, И землю пеленает не спеша. Сегодня не молчи, Сюда ими мне доверь, Который вини, Наполни на душа. Не улетай, Глупини ей постой, Я на судьбу желанье Загадаю, Пусть будет заскопаю Все то, о чем сегодня мы мечтаем, Все то, о чем мечтаем. На стёклах расцвели волшебные цветы, Мне чурится хрустальный перезон. Мерцают и горят Из синей темноты, Как будто это снится одинный сон. Свободно и легко Рождается напев, Находится мелодия к словам. И улетая ввысь От всех тревог и век, Спешит мечта Заветным берегам. Не улетай, Вновенье постой, Я на судьбу желанье Загадаю, Пусть будет заскопаю И со мной Все то, о чем сегодня мы мечтаем, Все то, о чем мечтаем, Все то, о чем мечтаем, Все то, о чем мечтаем. Вот такая песенка. Ну, следующий отрезок жизни. В годы моей юности, Когда я была студенткой филфака, Я так же, как и мои сокурсники, Очень увлекалась поэзией Андрея Вознесенского. В свободном доступе Сборников его стихотворений не было. Мы добывали эти стихи уж как могли, Переписывали, зачитывали в библиотеке. И если бы мне в тот период жизни Сказали, что я когда-то лично Буду с ним знакома, Я просто на месте умерла бы От разрыва сердца. Один период. Дальше. Краснодар. Яркий, южный, теплый город. В котором весной просто море цветов. Дочка моя подрастает, Она уже поет миллион алых роз, Си из окна, си из окна, си из окна. Видишь, ты такую вот песенку поет, да? Я уезжаю утром на работу, И на пересечении двух улиц Огромная, огромная клуба, Круглая. И в один миг расцветает там Море алых тюльпанов, Обрамленное зеленой травой Под этим синим небом. Это шаманство. Я написала песню Тюльпаны. Дальше. Идем дальше. Прошли еще годы. Это было 10 лет назад. Мы живем в Москве. Дочку мою номинировали На премию Триумов молодежный. И членом жюри Этого конкурса Был Андрей Вознесенский. Надо сказать, что здесь еще членом жюри Был Алексей Семенович Козлов. Мое глубочайшее ему почтение. И вот в этом закулисье Я случайно Надолгнулась на живого Андрея Вознесенского. Он был болен, но глазом весел. Он еще ходил сам, сам самостоятельно, Но говорить уже не мог. В общем, я в этот момент почувствовала, Что песня-то эта о нем и для него. И все это ему поведало. Ему понравилось. Он крутил мою пуговицу И с удовольствием крутил. Вот. Дальше. Прошло еще 10 лет. Несколько времени, может быть, с полгода назад Мою дочь пригласили в Центральный дом литераторов, Чтобы дать там сольный концерт, Посвященный памяти Андрея Вознесенского. И Анна написала совершенно изумительную арию на его стихи. «Если б тебя не было рядом с моей судьбою, То для какого неба я б воздвигал соборы?» Получилась великолепная музыка. И мы в этом концерте исполнили Аня эту арию, А я тюльпан. К сожалению, сегодня ария не прозвучит. Для нее это вообще сюрприз, что я это все рассказываю. Но потом вы ее услышите. Вот, понимаете, вот такая трансформация одного в другого. Сейчас эта песня тюльпана С посвящением Андрею Вознесенскому Прозвучит в исполнении Анны Харьковой. С посвящением Андрею Вознесенскому Я утром позвоню в далеких городах, Скажу тебе, что расцвели тюльпаны, Ну, до чего ж красивые тюльпаны? Живой огонь на молодой тропе. Еще скажу, что день был очень теплый, Мне светило ласковое солнце. Я уже раскрывалась в тяжелых окнах, И платье придет туда к весне. Звучит на молодые тропе. Мне снилось, что по улице зеленой Иду я вокруг, цветут тюльпаны Но до чего ж красивые тюльпаны Сказал смеясь какой-то человек Мне захотелось что-нибудь ответить Но вдруг подул такой холодный ветер В лицо подул такой холодный ветер И прямо над тюльпаны выпил снег Субтитры создавал DimaTorzok Я утром позвоню за наговором Скажу тебе, что расцвели тюльпаны Но до чего ж красивые тюльпаны Живой я кой, но молодой древе Субтитры создавал DimaTorzok Мои ученики однажды мне сказали Татьяна Владимировна, слушайте, у вас в песнях То море, то небо, то ветер, то птицы Знаете, и как-то за собой не замечаешь Со стороны виднее Я посмотрела, действительно так и есть Ну тут понятно все Вот эти лирические образы Это суть моей натуры, моего характера Это все понятно, откуда что происходит Но я хочу вам сейчас рассказать о конкретном примере Такой маленький эпизодик Я выходила со двора, который называется колодцем И мне нужно было пройти сквозь узкую арку А впереди меня ехала легковая машина Она едва втискивалась в эту арку А поскольку там еще разбит был асфальт Она так медленно-медленно покачивалась И вдруг я про себя запела Плавно качаясь, отчалила лодка Скрипнуло тихо лесло Парус мой ветром направленный ловко В синюю даль понесло В синюю даль понесло Так вот эта мелодия будет сейчас Той песней, которую мы исполним Она называется «Встречай» Она будет в качестве вступления и пронуша Встречай А все остальные образы, так они там и остаются А все остальные образы, так они там и остаются Оставлю все заботы за бортом И вазы, Иисус, до молоков и мышей Встречай меня, моя любовь Я пролетаю над Твоей укрышей Встречай меня, моя любовь Я пролетаю над Твоей укрышей Улыбшись бесконечной синевой Я никого вокруг не замечаю Встречай меня, моя любовь Я через две минуты прилетаю Встречай меня, моя любовь Я через две минуты прилетаю Я через две минуты прилетаю Встречай меня, моя любовь Я через две минуты прилетаю Заметный островок среди тревог Подарит нам еще минуту равая Ты не грусти, моя любовь Я никогда тебя не забываю Ты не грусти, моя любовь Я никогда тебя не забываю Не забываю Не забываю Вот еще раз повторю, что со стороны виднее И теперь уже моя дочка мне говорит Слушай, что-то у тебя какие-то песни Все латинистые, бацановые А вот действительно по тому закону, с которого мы начали Ну ничего же не возникает на пустом месте Ну откуда во мне Латинские какие-то корни Ну откуда? Из русской деревни Вот Сейчас мы споем песню, которая называется Кружится белая птица Потом я еще кое-что расскажу А это? А это? Внучка моя болтушка Ту-ту-ту Вот это Света разговаривает Нет, это Ланка Я уж хотела Свете сказать Чего ты болтает здесь концерт Вот Внучка моя Да Надо лечить Красиво Что Ну Зна 13 Нежные Нежные Свощи О, как порою незаметно Уходит время на часа. И вот уже забыв про лето, Тоскует осень в небесах. И вот уже забыв про лето, Тоскует осень в небесах. Кружатся белые птицы, Кружатся под облаками. Кружатся белые птицы, Их не поймаешь руками. Кружатся белые птицы, Кружатся под облаками. Кружатся белые птицы, Их не поймаешь руками. Там выше нет, как в океане, Я вместе с ними поплываю. Нечта поманит и обманет, Но я опять её зову. Нечта поманит и обманет, Но я опять её зову. Кружатся белые птицы, Кружатся под облаками. Кружатся белые птицы, Их не поймаешь руками. Кружатся белые птицы, Кружатся под облаками. Кружатся белые птицы, Их не поймаешь руками. Кружатся белые птицы, Кружатся белые птицы, С Sundays Sony. Мечта моя, как белый лебедь, Как лёгкий бит, как февьян, Недостижимая вовеки, Лети к заветным берегам. Недостижимая вовеки, Лети к заветным берегам. Кружатся белые птицы, Кружатся матов лаками, Кружатся белые птицы, Их не поймаешь руками. Кружатся, кружатся, кружатся белые птицы, Кружатся матов лаками, Кружатся белые птицы, Их не поймаешь руками. Их не помоешь руками. Однажды меня пригласили в горком партии и, ну как сказать, хорошее какое-то слово хочется подобрать, и обязали меня проводить митинги-концерты совместно с чилийскими товарищами, которые закончили университет Патриса Лумумбы, но не могли уехать на родину в связи с тем, что Пиночек внес их в черные списки. Вот с этими чилийскими товарищами мы должны были устраивать митинги-концерты в городе и в Крае. Мы сделали программу на испанском языке, могу продемонстрировать. Ну и вот так вот, короче говоря, вот таким образом. Значит, я должна сказать вам... Что песня-то? Здрасте, это песня протеста. Митинги-концерты. А, ну-да, я не знаю. Так вот, так вот, слушайте. Вот в те времена, это я уже без смеха. В те времена такие слова, как солидарность, патриотизм, они звучали по-другому, они дорого стоили. Это было искреннее сопереживание. Мы действительно ненавидели этого Пиночета, и мы очень сочувствовали этим чилийцам. Это были реальные мои друзья, товарищи. Серхио, Клаудио, Фернандо, Адела, Тереза. Но выделялся среди них Фернандо. Вот представьте себе, такой неприступный, такой закрытый человек. Черные-черные глаза, волосы прямые, некудрявые, они все время распадались у него на прямой пробор. И вот с гитарой он стоит, дружить с ним как-то так вот, знаете, близко было невозможно. И вот он нам объявил, что он уезжает на родину. Фернандо, какая родина? Там Пиночет. Я поеду в Венесуэлу, это испаноязычная страна, соседняя, с Чи, Ланго, Тишин. Стиха, мучик. Вот, потому что я должен говорить на родном языке. Я была потрясена, написала стихотворение Фернандо, сейчас я вам его прочитаю. И мне потом доложили мои же друзья чилийские, что через несколько лет ему передали это стихотворение. Я уж не знаю, понравилось, не понравилось, но во всяком случае он его получил. Твои песни, Фернандо, меня научили, прикоснуться душою к далекому чили. Как послушно мой слух их значенье постиг, будто с детства знаком мне испанский язык, Будто слушала я вечерами чаранго, будто бегала к морю босиком с позаранку, Будто трогала лезвием узким ножа ускользавшая тельца морского ежа. На экране дрожит чилий узкая лента, к ней дорога лежит через два континента. Спой, Фернандо, еще спой, как там тебе пела сеньорита Тереза или Адела. В твоих песнях, Фернандо, аромат побережья, наболевшее сердце, он ласкает надеждой. Как ты веришь, Фернандо, нет, так, ты уедешь, Фернандо. Ну, а мне будут сниться эти странные песни, эти смуглые лица, И гитара, и кена, упругие ритмы, прихотливые краски чилийской палитры. Как ты веришь, Фернандо, вы подниметесь гордо и споете Эль Пуэбло вместе с Марко и Хорхе. Там, на пике судьбы, пусть хоть с самой малость, да поможет тебе и моя солидарность. Селенький, я слышу твой голосок. Это мой любимец, это Сережа Крылов, золотая душа. Так, так вот откуда выросли мои латиноамериканские дела. Так, а теперь еще. Я в начале концерта сказала, что я обычно сама пишу стихи, ну, или тексты, как хотите, как кому больше нравится, к своим песням, так как и есть. Но за редким, редким исключением. Вот сейчас две песенки будут. Ох, не стихи Анны Андреевны Ахматовой. Это, конечно, наглость взять и написать. Анна Андреевна Ахматова считается четвертым именем в русской поэзии. Это очень высоко. Но это тот самый случай, когда не написать было невозможно. А что получилось судить вам? Если плохо, простите. Песни называются по первой стихотворной строке, как это принято. Первая песня называется «Черная велась дорога». 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 «Дождик моросил». «Проводить меня немного» «Кто-то попросил». «Согласилась, да забыла на него взглянуть. А потом так странно было вспомнить этот путь». «Зачем притворяешься ты то ветром, то камнем, то птицей?» «Зачем улыбаешься ты мне с неба внезапной зародицей?» «Зачем улыбаешься ты мне с неба внезапной зародицей?» «Зачем?» «Плыл тухом, как химианы тысячи годин, Вспомни к песенкам упрямой сердце впереди?» «Помню древние ворота и конец пути». «Там со мной ушедший кто-то мне сказал прости». «Зачем притворяешься ты то ветром, то камнем, то птицей?» «Зачем улыбаешься ты мне с неба внезапной зародицей?» «Зачем улыбаешься ты?» «Зачем?» «Зачем улыбаешься ты мне с неба внезапной зародицей?» Бедный крестик дал мне в руку Словно брат родной И с тех пор я слышу звуки Песенки с темной Ах, я дома, как не дома Плачу и грущу Где же ты, мой незнакомый Я тебя ищу Зачем притворяешься ты То ветром, то камнем, то птицей Зачем улыбаешься ты Мне с неба Внесся, позорницей Зачем улыбаешься ты Зачем притворяешься ты Зачем 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 притворяешься ты Зачем притворяешься ты Зачем притворяешься ты Так вот, вторая песня Тоже по первой стихотворной строке В том, что у нее нет названия Называется «Еще весна таинственная млела» После того будет у меня перерыв Так Еще весна, а я там вроде как разложили Все Зачем притворяешься ты Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Тополиная аллея Нас позвала синий праздник Снова встретиться с тобой Но еще манит и дразни Небо купол голубой Но еще манит и дразни Небо купол голубой Я присяду чуть рабея У открытого окна Тополиная аллея С нашей парты мне видна За стеной веселый город И откуда эта грусть В нашем классе мне как дома Все знакомо наизусть В нашем классе мне как дома Все знакомо наизусть Тополиная аллея Прямо к школе привела Мы заметно повзрослели Здравствуй, школа, как дела? Вот и осень и предмет Желтый лист над головой Лучше нашей школы нету Понимаем мы с тобой Лучше нашей школы нету Понимаем мы с тобой Лучше нашей школы нету Лучше нашей школы нету Лучше нашей школы нету С тобой АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Вот такие задумчивые аплодисменты, они очень хорошие. Следующий этап нашей жизни. Когда ребенок вырастает, то очень важно оставаться для него интересным человеком. Иначе ваш ребенок начнет куда-то упать, куда не надо. В общем, для того, чтобы быть интересным человеком, оставаться для моей дочери, я придумала в Краснодаре конкурс эстрады юных «Алый парус». В течение 10 лет я этот конкурс за свои деньги держала. При этом месяцами не платила за квартиру. Но это не важно. Вы знаете, как ни странно, вот из этого конкурса вышли достаточно известные артисты. Вот вам, пожалуйста, Анна Королева. Есть такой эстрадный певец Эд Шульжевский, может быть, вы знаете его. Есть тоже лауреат «Триумфа», оперная певица Анастасия Белкова. Есть вот эта, которая в кино все время снимается, Макеева. Я не хочу сказать, что я прям вот ее научила, но прецедент был создан. И в Краснодаре много народа работает там, филармонии, которые участвовали в этом конкурсе. Он проходил один раз в году весной, а как бы занималась я с ними все время и писала для них песенки. Вот одну песенку сейчас мы споем, называется «Гельфин». «Гельфин» 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 Одна ломена голубой, и баха виски седми, когда ломался с калком. Деньги чешут солнце, выйдешь из мира стану прибегать. Мой дельфин меня не слышит, значит, громче буду звать. Приплыли ко мне, дельфин, на момент на голову, и пока мы здесь одни, покатаемся с тобой. Приплыли ко мне, дельфин, на момент на голову, и пока мы здесь одни, покатаемся с тобой. Приплыли ко мне, дельфин, приплыли ко мне, дельфин, приплыли ко мне, дельфин. Дельфин. Там же в этом алом парусе у меня была одна девочка в младшей группе, семилетняя девочка, Вика Васки-Пешвили. Очень талантливая маленькая девочка, и вот однажды ее мама пришла ко мне и сказала, вы знаете, Вика перенесла страшную трагедию, на ее глазах погиб ее папа, и мы всячески ее стараемся оберегать от этого стресса. Напишите, пожалуйста, для нее песню про белых лошадей, она очень любит белых лошадей. Ну, конечно, я старалась изо всех сил, и чем больше я старалась, тем больше у меня не получалось. Вот не получилось у меня песня про белых лошадей, а получилась песня «Умный, красивый король». Я подарила ее Вике, она исполнила ее на конкурсе «Алый парус», и в своей номинации заняла первое место. Сейчас мы ее исполним, но я попью водички, вон у меня там стоит. «Умный, красивый король» Я расскажу вам историю, это лишь сказка, не волея. Жил, да был когда-то король, умный, красивый король. Он увлекался напевами и со своей королевою. Каждый день гостей собирал, и начинался бал. На скрипке играл весь вечер кровой, ему подпевала, со мной королево. Ах, какой веселый был бал, и пары кружились направо-налево. Утром однажды случилось так, с первого зря совсем пустяк. Не нашел ноты король, не нашел ноты король, красивый король. Ноты со всеми напевами, он их искал с королевою. И искал ответ на вопрос, кто эти ноты унес. И не играл на скрипте король, и не подпевала нему королево. Ах, какой веселый был бал, и парень кружится вправо и влево. В жизни бывает по-разному, то грусти, а то празднуем. Так сказала поддуков король, умный, красивый король. Новые ноты с напевами, ноты с напевами, он сочинил с королевою. И опять гостей он позвал, и состоялся бал. На скрипке играл весь вечер король, ему подпевала сама королева. Ах, какой веселый был бал, и парень кружится вправо и влево. Вот такая песня. А сейчас я приседу туда, а дочка моя споет две песни. Одна называется «Ласточка», другая называется «Романс». Она считает, что это лучшее, что у меня, но ей и в ней. Нас варится? Романс. Романс. Потемнели облака перед грозой Потянулись к ним тревожно отопаля Мы стояли над притихшей рекой В ожидании дождя Ветерок сначала просто пошагил Поиграл вишневой веткой А потом по траве в веселом танце Мы стояли над притихшей рекой Вызывая первый гром Первый гром Низко над землею летит Ласточка качая крылом Ты не старайся забыть Старый наш дом Ласковый дом Ах, какая будет весна Ласточка моя, подожди Розы рассветут в окна Не уходи Не уходи Вивень падал с высоты косой стеной Словно в звонки Словно в звонкие тугие струны пил Он холодною и чистою водой Он холодною и чистою водой Землю досыта поил И пока Мечтая отдохнуть в тиши Разтревоженная пенилась река Поднимаясь под небесье Аällen, матча Словно в сердце Здесь Ты, ласточка, качая крылом, Ты старайся забыть, Старый наш дом, ласковый дом. Какая будет весна, Ласточка моя, подожди, Розы расцветут у окна, Не уходи, не уходи. Ты, ласточка моя, подожди, Розы расцветут у окна, Не уходи. Ты, ласточка моя, подожди, Розы расцветут у окна. Может быть, самое важное в семье, Эти традиции, Сохранять музыку, Это, наверное, самое ценное. И романс, который очень люблю. Нет, не за что любовь. Не утолить мечтами, Она и наяву Проньется через грамм. Заговорит нелепыми и нежными словами, Заговорит нелепыми и нежными словами, И заплести глаза, Заманивая в рай. Нет, не за что любовь, Не сможет предвариться, Кого-то выбирай, Себе на берегу. Япрокинет нежность, Расстроганные лица, И улетят сердца. И улетят сердца, И улетят сердца. Распохнут и простой. 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 Мне очень понравилось, я не слышала, она где-то репетировала там без меня, вот, очень классно, даже так странно, со стороны слушать под своим. Хорошо, дочка, молодец, мне понравилось. Так, одну песню пропускаю, потому что здоровья уже нет на нее, а вот, знаете что, еще один, волю пропускаю, волю, а у вас нет ее. Другой, опять же, период жизни. В течение нескольких лет я работала в музыкальной школе номер 7, на Большой Екиманке, это вот чуть-чуть наискосок от президента отеля. И преподавала там такой предмет, который назывался «Эстрадный вокальный ансамбль». У меня была группа детей Ксюша, вот она Ксюша, она тут где-то тут, она там не раз была у нас. Вот. И однажды ко мне обратился Чикаси, Владимир Николаевич Чикаси, который в то время был сорежиссером спектакля, поставленного Борисом Мильграном в Центральном доме актера. Спектакль по Достоевскому, он назывался «Воскресенье Лазаря». И, в общем, Чикаси, Чикаси, можете вы себе представить, это вообще легенда. Он взял две моих песенки вместе с моими детьми. И в течение трех лет в Центральном доме актера, а потом еще в Театральном центре наследники, Анатолия Васильева. Крыло знает, что это такое, если он там еще не ушел. Вот. Здесь мой зайка. Так вот, значит, происходило вот это вот дело невероятное просто. И поэтому мне в голову закралась такая мечта. Вообще меня окружает джазовый народ, и дочка, и все, и со многими знаком. А что, если взять и сделать дисочек такой, чтобы были детки и чтобы были джазовые известные музыканты? И таки сделала я. Диск этот называется «Улыбаемся друг другу». Три раза я его переиздавала. Там небольшие тиражи, поэтому у меня ни одной штуки не осталось, к сожалению. Вот. Но поскольку это люди были джазовые, а я сейчас назову, кто это. Чикасин поучаствовал, Феликс Лафути, Анна Королева, Сергей Манутян. Аранжировки нам помогал делать Евгений Борец и так далее. То есть очень крутые такие люди, да? Вот. Надо на басу. А мы у нас разные там были исполнители. Я сейчас всех сразу и не исполню. Вот. Короче, как автор. А между прочим, там Амин Папа тоже аранжировки делал. Вот он делал бас, он тоже джазовый музыкант. Как раз контрабасиста. Да. Вот. Басист и деталист. Я его лично признавала больше как басиста. Мне больше нравилось. Так вот. Чего ты говорила-то? Сбили меня. Не от подачники, про Чикасина. Да. Вот. Надо было как-то соответствовать вот ему, всему этому. Ну, я с джазом на вы. Ну, все равно я написала песенку «Мы едем слушать джаз». На пластинке ее пели дети, а тут мне придется отдуваться самой. Но я рассчитываю, что меня окружат вот всякой аранжировкой. Мы едем слушать джаз. Последнее в нашем концерте. Однажды в воскресенье Пришел к нам в гости дед Под личным настроеньем Игорь поднес билет. Сосед театральный Купил его для нас. Сказал, что гений Альбе Мы будем слушать джаз. Купил его для нас. Ужасное волненье Вдруг охватило нас. А если выступление Отменят в этот раз? Ведь сложно простудиться И потерять билет В дороге забудиться, Когда уже все. Альбе Мы будем слушать джаз. 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 Джаз. Купил его для нас. Альбе Мы будем слушать джаз. Спасибо вам еще раз за то, что вы пришли на этот концерт наш и очень благосклонно нас услышали. Спасибо вам. Передавайте наши наилучшие пожелания вашим мамам. Ну и от меня огромное спасибо, что вы приехали. Я надеюсь, что мы эту светлую историю все-таки продолжим. Еще песенок наберем. Спасибо моим дорогим ребятам. Александр Вершинин, Игорь Иваночкин, Вартам Бабаян, мои любимые дорогие наши музыканты. Спасибо. Думаю, что еще встретимся обязательно. Вы мама. Вот она мама, гениальная мама. Татьяна Королева. Для нее главное было возродить это и услышать ощущение. Это все важно. Спасибо.